Бронкс начал гореть. Стоят жареные орео. Фотки шоплифтеров, то есть воров. Не уголовка, а административка. Деликом заполнен разными крэкхедами. Моральные уроды. Эти районы — это просто дно. Да, товарищи, я переехал в Бронкс. Прямо за мной сейчас расстилается район с одной из самых худших репутаций во всей Америке. И да, здесь довольно часто можно увидеть картины типа этой. Но тем не менее, я безумно доволен своим переездом и этот ролик о том, почему. Внезапный респект. Большая уважуха всем, кто слушает мои плейлисты в Спотифайе. Я их не особо пиарю, но, например, на свои предыдущие два дня рождения я составил по плейлисту. Они играли на самих тусовках, после чего я оставил их в открытом доступе. И каково же было мое удивление, когда я вскоре обнаружил, что люди их реально находят и сохраняют себе. Мне, собственно, не жалко. Слушайте на здоровье, но, к сожалению, многие в России потеряли доступ к Спотифаю. Но и для вас у меня есть решение. Спотифай Маркет поможет вернуть любимый музыкальный сервис и наслаждаться новыми, недоступными ранее западными российскими релизами. Команда активно работает уже более года и оперативно активирует Спотифай Премиум на вашем текущем аккаунте или поможет создать новый. Они работают со всеми операционными системами и девайсами, включая iOS и iPhone соответственно. Спотифай Маркет вернет вам полный каталог вашей музыки, для него не требуется VPN. Это отлаженный сервис, оперативная активация, доступные цены и гарантия на весь период подписки. По промокоду SEIN вы получите 10% скидки на услуги Спотифай Маркет, поэтому переходите по ссылке в описании, выбирайте свой тариф, а потом можете еще и мои плейлисты послушать. Возвращаемся к ролику. Начнем с того, что Бронкс это все еще Нью-Йорк, да и в принципе довольно знаменитое место. Здесь родились или какое-то время жили Дженнифер Лопес, Линдси Лохан, Карди Би, Стэнли Кубрик, Стэн Ли, Эдгар По, Ральф Лорен, Кельвин Клайн, да, они оба и даже Джордж Карлин. Да и вообще, кроме вот такого Бронкса, это, например, тоже Бронкс, район называется Ривердейл, и это одно из самых зажиточных мест вообще во всем Нью-Йорке. Да и вообще, в Бронксе много всего интересного, но в первую очередь людей отталкивает его репутация. И вот, например, когда вышел фильм Джокер, а там сцену с лестницей снимали как раз вот здесь, в Бронксе, после этого в этом районе Бронкса впервые в истории появились туристы. Но в итоге как бы со всеми туристами все нормально, зато местные такие, нифига себе, и такое бывает. Стоит, в Бронксе? Да. Да, это довольно безопасно. Да, Бронкс, это безопасно. Везде? Да. Да. Не везде, но в определенных местах, да. Бронкс. Бронкс. И именно из-за этой репутации я сюда и переехал. И нет, не для того, чтобы вам снять больше контента про то, какие травмы мне нанесли на улице. И нет, не для того, чтобы стать свидетелем преступления и из-за этого получить грин-карту, а из-за того, что, я думаю, многие помнят квартиру, которую мы снимали на Манхэттене. Вернее, не квартиру, а чертову конуру. Это малюсенькая студия с видом из окна, который выходит на другой дом, из-за этого в ней всегда темно, полы скрипят настолько сильно, что после 11 просто ты делаешь несколько шагов, тебе начинает стучать сосед снизу из-за того, что ему все слышно. Кухня, это вообще просто пародия, это какое-то издевательство над людьми. Так вот, смотрите, что я получил за почти те же деньги в Бронксе. Мне кажется, любые комментарии здесь должны отпасть. Опять же, с точки зрения просто количества преступностей и вот какой-то статистики, Бронкс не сказать, что хуже остальных мест в Нью-Йорке. И найти место с таким качеством жизни, настолько близко к Манхэттену, с несколькими ветками метро, одна из которых экспресс. Да, чуваки, я настолько близко к Манхэттену, что я могу пешком туда дойти, по мосту, типа за пару минут. При этом у меня в жилом комплексе есть спортзал, несколько лаунж-зон, вот в одной из которых я сейчас нахожусь. Также можно бассейн еще за дополнительные деньги получить, игровая зона с бильярдом, прямо на выходе из него набережная, есть открытые крыши с барбекю на них. Это просто невероятно за эти деньги в Нью-Йорке. А все почему? Из-за репутации Бронкса. И в этом видосе вы увидите много реального опыта путешествий по Бронксу в разные его районы, мои приключения там. Но невозможно не начать с того, чтобы рассказать, как же он эту репутацию заработал. Чуваки, сейчас мне попалось одно из самых неприятных зрелищ, которые я видел в Бронксе за несколько недель жизни здесь. Я, конечно, не сомневаюсь, что меня впереди еще ждет много удивительных открытий, но однако же я вот сейчас... Ладно, причина у меня абсурдная. Я, короче, мне в почтовый ящик положили каталог, который был очень похож на каталог пятерочки. Я решил попереться по адресу и посмотреть, где в Бронксе местная пятерочка. И там неподалеку был такой небольшой скверик, который недалеко от метро. И там буквально весь этот скверик целиком заполнен разными крэкхедами или другого характера объебосами. Прям чуваки вот весь сквер занимают, смотрящие в никуда, залипающие на лавку. Не очень приятно. И рассказ о получении репутации гетто я начну с того, что обращу ваше внимание на мой фон. Да, это не хромакей, он настоящий. Так вот, видите, здесь стоят знаменитые проекты, социальное жилье. И эти дома одинаковые и стоят прям такой здоровенной кучкой разом. И вот дальше в ту сторону продолжаются. А вот прям тут находится Гарлем Ривер и через реку Манхэттен. И как же так получилось, что разом построили кучу этих домов, при том, что место, ну, явно очень нужное и популярное. А дело в том, что в 70-е и 80-е годы сгорело более 80% жилья в Бронксе. При этом жизнь в неблагополучных районах Америки во многом похожа на наши неблагополучные районы. Вы наверняка много слышали про общую закредитованность американцев. И если средний класс часто использует кредиты, чтобы обойти инфляцию или улучшить свой кредитный рейтинг, то вот классы ниже берут кредиты просто чтобы выжить. Собственно, как и в России, где у 10 миллионов населения висит по 3 кредита. Люди берут кредиты и микрозаймы на обычные бытовые нужды, попадают в кредитную яму и после выбраться сами из нее уже не могут. В России много компаний по списанию долгов, которые лучше обходить стороной. Поэтому сегодня хочу рассказать вам про подводные камни и посоветовать сервис destralegal.ru, которому можно доверить помощь в сложной финансовой ситуации. Списание долгов это предусмотренная законом процедура для ситуации, когда выплатить долг уже не получается. Коллекторы любят пугать всевозможными рисками, потому что им не выгодно, чтобы вы списывали долг. Не ведитесь и знайте свои права. Если вы подходите под критерии банкротства, то, как правило, никаких серьезных рисков процедура не несет. Компания destralegal работает на рынке давно. Она помогла сотням людей избавиться от долгов и коллекторов и начать жизнь с нового листа. Работают честно, без навязанных услуг и ложных обещаний. Как минимум рекомендую пройти по ссылке в описании и проверить, что можно сделать с долгами конкретно в вашей ситуации. Для этого нужно просто ответить на несколько вопросов на сайте, после этого можно записаться на консультацию к юристу, который расскажет про все риски и план решения. Это бесплатно. На счету destralegal десятки тысяч успешных кейсов юристы помогают оформить банкротство, вернуть деньги за некачественные товары и услуги, решить спор с работодателем, получить компенсацию за некачественный ремонт и еще более ста ситуаций. Так что переходите по ссылке в описании и знайте свои права. Возвращаемся к ролику. Как же так получилось? Вообще интересно, что все вехи истории, которые я буду рассказывать про Бронкс, они также касаются и всей остальной Америки. И так же, как и всю остальную Америку, Бронкс сначала населяли иммигранты. Это были в основном ирландцы и евреи. После чего часть темнокожего населения начала заселяться сюда из-за того, что переезжала из юга. А на юге была более жестокая сегрегация. То есть да, было уже отменено рабство, но при этом продолжали существовать разные законы и разные ограничения для цветного населения, которые на юге были особенно сильны. Поэтому люди приезжали вот сюда, в Нью-Йорк. Жить на Манхэттене всегда было очень дорого. И поэтому они выбирали разные другие места для того, чтобы поселиться. Поэтому еще вот, начиная с 30-х годов, в Бронксе было очень разнообразное население с точки зрения национальностей и этносов. Однако в Нью-Йорке тоже была и сегрегация, и свои расовые законы. И худшая вещь, которая коснулась Нью-Йорка, как и многих других мест США, это редлайнинг. Дело в том, что правительство буквально обводило красной линией на карте некоторые районы. Это районы были с цветным населением, конечно же, помечало их как неблагополучные, из-за чего в них невозможно было получить ни нормальную страховку на жилье, ни защиту от пожара, ни нормальные сервисы, ни нормальное обслуживание даже жилищ. В итоге они приходили во все больше и больше упадок. Одновременно с этим программа реновации жилья на Манхэттене часто подразумевала довольно российские штуки, как, например, разрушить кучу жилья на Манхэттене, в основном в черных районах, и переселить всех черных в другие места, в том числе в Бронкс. Забавно, что по итогам вот такой жестокости в итоге конкретно здесь наименее всего чувствовалась сегрегация. Из-за того, что здесь было максимально разнообразное население, вследствие того, что это было дешевое место для мигрантов, и вообще здесь смешались просто все возможные национальности. Но белых американцев было меньше всего. Но, естественно, если ты берешь и просто переполняешь район малообеспеченными людьми, которых ты только что выселил из их родного дома, то мало чего хорошего из этого может получиться. В итоге начал происходить исход белых. Из Нью-Йорка построили огромное шоссе, которое позволяло тебе быстро добираться до субурбий, то есть районов с частными домами. И белые туда переезжали, потому что в Бронксе становилось жить все хуже и хуже. Но почему туда не переезжали черные? А потому что редлайнинг! То есть таким образом вот живут люди в плохом районе, мы туда переселим цветных, белые оттуда выехать могут, а цветные не могут. Вот так хитро, зато рабство отменили, никакого расизма. И после этого начинается совсем уж безумие. Из-за суперстремительного ухудшения района старые домовладельцы продавали свои активы, то есть свои дома, кому-то другому. Кто это другой? Это, конечно же, не человек, который такой, о, очень плохой район, да, я хочу купить этот дом и всерьез им заниматься. Нет, это были люди, которые скупали эти дома по дешевке, чтобы потом как-то на этом проспекулировать. То есть получить из этого какую-то легкую выгоду, федеральные дотации и так далее. Но в действительности домом они не занимались. Из-за этого у многих в Бронксе они жили без воды, без отопления. Дома разваливались прямо под ними, просто потому что вот новые владельцы этих домов, они ими не занимались вообще. И немаловажную роль в недоустроенности Бронкса сыграло то, что в тот момент сам Нью-Йорк был на грани банкротства. Мы вот привыкли думать о Нью-Йорке как о большом яблоке, месте, где сконцентрированы все деньги мира. Но здесь все-таки деньги бизнеса и деньги города это разные вещи. И сам Нью-Йорк находился в ужасающем состоянии. Тогда он получил прозвище Fear City, то есть город страха. И в том числе Трамп, например, сделал серьезную долю своего состояния на то, что вкладывал деньги в Нью-Йорк, когда в него вообще никто не верил. И, собственно, потом заработал на этом баснословные суммы. И до сих пор там можно увидеть замечательные огроменные золотые буквы Трамп в нескольких местах в Нью-Йорке. Так вот, когда у Бронкса все и так было херово, из-за недостатка финансирования сразу закрыли кучу пожарных станций. Притом, естественно, ситуация ухудшилась. Но самое ужасное, что спустя 10 лет постоянного ухудшения ситуации, из-за тех же причин, они потом разом закроют вторую кучу пожарных станций. В итоге, как бы сократив большую часть вообще пожарных станций по всему Бронксу. И Бронкс начал гореть. В пиковые моменты происходило более 40 пожаров в день. Вдумайтесь в это! При этом огромное количество из этих пожаров даже не были зарегистрированы. Потому что просто, чтобы пожар был зарегистрирован, нужно дозвониться до пожарных. А пожарных категорически не хватает. Приезжали даже пожарные со Стейтен Айленда в Бронкс. Посмотрите, насколько это далеко. И я думаю, вот эти вот ужасные кадры достаточно хорошо объясняют вам, откуда взялась эта репутация гетто. Как бы не мудрено, это было совсем недавно по историческим меркам. И дело в том, что были дома, которые сгорали как бы полностью и оставляли за собой только руины. Или там вот подлежали просто сносу после этого. Но также были дома, которые успевали потушить. Но представьте, у вас, допустим, прогорел весь верхний этаж, и после этого его затопили пожарные. При этом это место города очень херово обслуживается. И у многих и до этого не было воды и отопления. Таким образом, эти дома просто забрасывали. И, естественно, в течение ближайшего времени находились люди, которые их разворовывали. В том числе вытаскивая просто всю сантехнику, вплоть до водопроводных труб. Ситуация продолжала усугубляться, и люди, которые выросли в то время, рассказывали, что они спали в обуви. Потому что ты должен быть готов ночью в любой момент вскочить и реагировать на то, что либо вот твой дом загорелся, и тогда тебе нужно бежать из него. Либо в него кто-то лезет, и тогда тебе нужно защищать свой дом. Еще ужаснее ситуация становилась от того, что многие те самые вот новые владельцы домов, они платили рандомным людям на улице, для которых как бы любые деньги были большие деньги, для того, чтобы они поджигали дома. Часть из них не находились внутри редлайна и имели какую-то свою страховку, а часть из них получали финансирование от государства. Потому что все, естественно, знали о ситуации в Бронксе, вкачивали туда деньги на то, чтобы жилье восстанавливали после пожаров, что-то делали как-то вот, восстанавливали все эти услуги. Но фишка в том, что ты, как владелец дома, мог эти деньги взять и тут же свалить. Таким образом, на Бронкс было выделено более 250 миллионов долларов на нынешние деньги. Но по этим кадрам вы видите, что большая часть из этих денег к жителям Бронкса так и не дошла. И вот опять же, вещь, которая лучше позволяет понять и нынешнюю Америку, и очень много говорит вообще о том, насколько все эти расовые вопросы, серьезный шрам на ее теле, это то, что тогда, во-первых, писали, что жители Бронкса сами просто поджигают свои дома, но там какие-то подростки бегают и просто по фану их спаливают. Это как бы дома, в которых они сами, их друзья и одноклассники живут. А вот то, что им заплатили, да, это появлялось в газетах, но в итоге не было такого, что журналисты пошли искать того, кто заплатил за сжигание дома, и вот там разбираются именно с ним. Нет, ну это же это цветное население, они там сами себя сжигают. И редлайнинг при этом существует по всей Америке. Схожие проблемы существуют по всей Америке. Черное и цветное сообщество по всей Америке, оно находится в очень схожем положении. И начинаются протесты. Тогда же организовываются черные пантеры и многие другие организации за права темнокожего населения, которые вот реально написали историю Америки. И сейчас вот там нынешние деятели БЛМ чувствуют себя продолжателями того же самого. Они организовывали протесты, и по телевизору эти протесты показывались, как они именно просто бесконтрольны, они бунтуют. И тот же президент Никсон, скорее печально известный, избираясь, говорил о том, что вот смотрите, протесты по всей стране, какая-то истерия, а я за простых белых работяг, я против этой бесконтрольности. И в итоге причины этих протестов обсуждались минимально. На диалог с населением шли минимально. Их просто объявляли бузатерами, как у нас говорят, и как бы на этом все. Мол, что они там разорались, нужно побольше полиции на них прислать. И ситуация была настолько запущена, что однажды на стадионе Янкис в Бронксе, это одна из главных достопримечательностей этого места, проходил матч, и в это же время прямо неподалеку от него горел дом. И это попало в телерепортаж. То есть буквально чувак рассказывает, да, футбольный матч, наш футбол. О, смотрите, горит школа. Моя божество, это огромное место. И он там комментирует, о, ничего себе, она прям реально полыхает. И в итоге силами активистов, мало того, что этот вопрос все-таки дотолкали наконец-то до правительства, таким образом появилось вот все вот это вот социальное жилье, но гораздо важнее и гораздо более, скажу, кинематографично, было то, как Бронкс восстанавливали своими силами. В разрушенных домах проводили школьные уроки и дополнительные занятия для детей в районе, исключительно на волонтерской основе. Ровно так же на волонтерской основе была восстановлена очень серьезная доля зданий в Бронксе. То есть просто собирались неравнодушные активисты, накапливали все больше и больше и группы людей, и отстраивали квартиры своими руками и своими силами. Опять же, абсолютно забесплатно, полностью на добровольных началах. Вплоть до того, что люди там работали месяцами, и условно в одном месяце они восстанавливают квартиру, в котором когда-то жил их друг, а в следующем месяце дошли и восстанавливают уже свою квартиру. Если вас заинтересовала эта история, очень рекомендую документалку Decade of Fire. Вообще прекрасная работа как раз об этом самом тяжелейшем историческом периоде Бронкса. И, собственно, можете представить уровень патриотизма некоторых местных жителей, которые буквально своими руками восстановили это место из руин. И пока совсем не стемнело, успею вам пальцем показать на одно из самых крутых проявлений подобного патриотизма. Вот там вот, вот там, вам очень круто видно, находится магазин Bronx Native. И посмотрите, как клево! Магазин целиком состоит из мерча разных исторических приколов, географических отсылок и других атрибутов Бронкса. Собственно, в первый раз я на него набрел случайно, познакомился там с хозяином этого магазина, и он пригласил меня на тусовку, которая была у них в выходные. Они там заколлабились с New York City Votes, то есть это организация, которая мотивирует людей голосовать на, как я понял, муниципальных местных выборах. Там раздавали футболки, кепки и даже знаменитые чоп-чиз-сэндвичи. За то, что мы притворились американскими избирателями, нам дали бесплатный чоп-чиз. Чоп-чиз-сэндвич — это классическая нью-йоркская тема. Притом я даже слышал такое, что, мол, если заказать это не в Нью-Йорке, то они реально просто нарежут сыр, а это неправильно. Чоп-чиз — это нечто вот такое. Никита, как вы оцените чоп-чиз? Это лучший чоп-чиз, который я вообще пробовал в моей жизни. Ты пробовал чоп-чиз до этого? Нет. Коротко о том, насколько знаменит чоп-чиз. Вот это мерч «Бронкса», написано «Бронкс Бодега». Это значит вот такой ларек, в котором все это готовят. И это пин конкретно с чоп-чиз-сэндвичем. Очень жду, пока эту фишку возьмут у нас, и у каждого района Москвы и других, конечно же, городов России появятся подобные магазины, и когда откроется такой вхимках, я органы буду донатить на его существование. Хотя, может, просто с сектой Сейна самому начать производить? «М-м-м-м-м-м». «Только про вашу гостю, почему это уничтожено стабильное благо?» Я думаю, что для нас, язык визуальный язык очень важен. И, quick факт, в 80-м и 70-м, 80% из Санкт-Петербурга looked like that building. И они были темпы в прошлом. В последнее время люди были трудными. И в мисте того, что мы создали все. Мы создали хип-хоп, мы создали салса. Мы создали... Когда я думаю о бронхах, я думаю о розе. Я думаю о розе. Я думаю о фонисе. Я думаю о розе. И это энергия. Это аутентификация Бронкса. И это здание представляет эту энергию Бронкса. Муданза. 60 долларов за минуту. Пишите в комментах, кто знает, что такое или кто такой Муданза. Бля, это имя, походу, реально. Джон Муданза. Боже. Чуваки, удивлю вас, возможно, но вот это вот не лестница Джокера. Это другая лестница, просто похожая. То есть, на самом деле, это, видимо, не такая уж и редкость в Бронксе подобные штуки, потому что место довольно гористое. Не, ну я, конечно, не завидую людям, которые вот все это каждый день проходят по пути домой. И самое жесткое, что дальше ситуация легче не становится. Вот, чтобы вам было просто понятно, какой наклоны улицы. Я, честно говоря, таких ощущений из Тбилиси не испытывал. Нет, слушайте, ну это очень красиво, но сейчас 34 градуса. Мне как будто специально ассоциацию с Грузией дают. Вот эта вот панелька с мостом с горы, я больше нигде такого не видел. Справедливости ради, очень классно смотрится. Я не знаю, как они умудрились, блядь, мусором засрать вот эту вот сетку вдоль горы, но глобально это тоже project, но здесь прям мощь вайбова. И вот, товарищи, представьте, я 4 часа хожу по Бронксу, карабкаю здесь по горам, а кто-то, блядь, даже на канал не подписан. Ну вот какие моральные уроды, как сказала бы моя бабушка. Ну вот реально, вы можете это представить, кто-то лайки ещё не ставит. Надеюсь, таких людей просто нет, ну реально. Я не верю в их существование. Друзья, товарищи, специально для вас я погружаю себя в какой-то ёбнутый экспириенс. Вот сейчас у меня в руке фу-фу. И вот здесь вот такая тарелочка, которая у меня обошлась в 20 долларов, при том, что выглядит вот так, это африканское блюдо. Вот эта вот конкретно штука, она сделана не из пюре, она сделана из монана, ямса или батата, а иногда из плантанов. Плантаны – это вот так вот выглядящие бананы, которые на вкус немного другие, если их пожарить, то будет прям картошка. И вот о том, насколько популярны плантаны, видите, здесь есть плантейн чипс. Это чипсы из банана, но они без вкуса банана. Так вот, сейчас я буду это пробовать и пытаться есть очень африканским способом. Честно, выглядит вообще неаппетитно. Да, вот так вот ты должен её распаковать. Оно, по идее, должно быть чуть гуще картофельного пюре. Я сюда пришёл, чтобы как бы вот вкусить африканские культурные традиции, и это именно африканская тема, чтобы есть руками. Скажу честно, я ненавижу есть руками, но всё для вас. Вот я видела, они делают вот так вот, зачёрпывают. После этого типа в бульон. Эта штука прям конкретно острая. И это круто миксуется с тем, что пюре вообще супер нейтральное. Я не понимаю, зачем было в мясе оставлять такое количество костей. А что вот это такое? Это хрящ, скорее всего. Ну то есть типа, знаете, логично, что они вываривают это с хрящами, чтобы суп много вкуса получил. Но неужели мне это есть теперь надо? Не, вы знаете, что могу сказать? Несмотря на то, что моя бабушка не была человеком открытым к разному экспириенсу, это место она бы очень приценила. Эта вот тема, что от животного надо съесть вообще всё, была общая у африканцев и моей бабушки. Я не буду изображать, что это теперь мое любимое блюдо. И честно, у меня пропал аппетит немного. О чём я пожалел? О том, что было сложно объясниться с продавщицей этой штуки, потому что она как бы нормально говорила на английском. Но просто то, что она говорила, это всё равно африканские названия. И нам было сложно понять, что именно она имеет в виду. Вот, поэтому я взял, видимо, какую-то самую невнушительную, ну как это сказать, бульон для фуфу, вторую часть для фуфу. Я посмотрел сейчас видео с африканцами, они просто берут кусок этого фуфу, макают бульон и уже охеревают от счастья. Часто у них есть ещё какие-то травки разные, которые как бы добавляют приколы всему блюду, но я взял просто бульон с мясом. Ну, знаете, на мой европейский вкус не хватает какого-то наполнения здесь. Это же просто бульон, это просто вода. Я заебал, что это есть. Ну, слушайте, к большому сожалению, 20 долларов улетели в трубу, потому что вот это, например, кость, вот это, например, жир. И, ну, сори, я могу представить, что это понравилось какому-нибудь бы из ваших бать, вот именно экспириенс еды руками, и именно оно острое, и его можно рвать и всё вот сжирать, обгладывать кости, но, сори, чуваки, я это не люблю. Жду друга африканца, который объяснит мне что-нибудь получше про фуфу и другую африканскую кухню, но не сегодня. Все знают, как то, где-то, где-то, особенно в ночи, так и так далее. Неужели не nói н-м-м. Егру. Неужели, неужели. Окей. Неужели быть плохо о пууэриканскойowej людей. Окей. Ни нижней, что неужели. Вы должны должны быть. Если вы приходите на случайно любую вещь, если они поздравляются твой-то случайно волос, اسustать вам много вопросов, кто-то,ает ли ты, вот, может быть, чуть-частен. это и все же получилось. Я не знаю, что делать все такое. Я не знаю, что делать. Это не так много вопросов. Это в доме hip hop, это в доме сальса, дуэт music, и так много милых колтеров о том, что мир не сможет начался в Бронзе. Угу. Если что-то любит hip hop, любит сальса, любит дуэт, любит, бороться, нравится музыка, это невероятно, когда ты заворачиваешься appreciation for the culture here, so you don't come with ignorance, you come with open mind. On the словах, построить много жилья для малообеспеченного населения и дать им хорошее качество жизни, это, конечно, клево. Но если при этом сам район оказывается на десятилетие или больше просто брошен правительством, там мало работы, и зато поколение за поколением они зарабатывают другими способами, кроме работы, вы можете представить, какая тут обстановка. Это реально такая царь-панелька, при этом как бы ее изначальная архитектурная задумка была в том, чтобы дать вот жителям рабочих районов качество жилья, которое не уступает манхэттенскому. И в действительности вот это вот Гарлем Ривер и так-то, ну офигенно. То есть у тебя прямо из этого дома, по небольшой цене, очень много там rent-stabilized apartments, то есть это значит, что в квартирах зафиксирована стоимость аренды, и она не будет вообще повышена никогда. Многие снимают квартиры льготно, то есть государство за них платит. И вот прям тут у вас такая очаровательная набережная, какая-то современная детская площадка. Там до этого был даже бассейн и аквапарк, правда выключенный, не знаю, что с ним сейчас происходит, но, конечно, выглядит это скорее как сиквел Судьи Дреда. И RPT знамениты тем, что здесь орудуют банды. И если мы представляем бандитов как просто, ну вот чуваков, которые занялись криминалом, вот как в фильме Форсаж, они просто очень круты в этом, то в действительности нет, это как правило люди из семьи, в которых было много детей, при этом оба родителя одновременно пили, сидели на наркотиках, продавали наркотики, сидели в тюрьме. И в общем их воспитанием мало кто мог заняться, при этом они были окружены, во-первых, ежедневной опасностью, во-вторых, бандами, которые существуют прямо в их доме. И действительно люди из этого дома совершали какие-то ужасающие действия, которые в пересказе больше напоминают геймплей GTA. Типа сесть в машину таксиста, грохнуть самого водителя, просто выстрелив ему в голову сзади, украсть машину, на ней ограбить два продуктовых магазина и после этого скрыться. Звучит как мощный гэнг-мув, но в действительности их всех поймали прямо на следующей неделе. То же самое касается чуваков, которые начали писать рэп про это, а действительно в этих домах довольно много, мало того, что членов банд, еще и членов банд рэперов. И когда они начали читать про то, что они делают всякую грязь на улицах, после этого полиция заинтересовалась и один раз задержала 20 человек из этого дома одним разом. И как бы да, банды Нью-Йорка это, к сожалению, более чем реальная вещь, как и проблема с наркозависимостью. Но ключевое отличие про банды в том, что раньше сами банды существовали дольше из-за того, что вот было просто пофиг всем на Бронкс. И несмотря на то, что жизнь среднего гангстера была не очень долгая, активность как бы самой организации могла продолжаться и продолжаться. То сейчас, когда в Бронксе гораздо больше полиции и вообще тоже, когда банды выкладывают в интернет просто, что они делают, их гораздо быстрее ловят. Поэтому по итогу это получается просто такая фабрика сломанных жизней. И конечно же это пример гетаизации просто по учебнику, потому что ты концентрируешь малообеспеченное население в одном месте и все, кто соответственно могут оттуда выбраться, сразу же оттуда валят. В итоге это получается такой отрицательный отбор и опять же на это здание, как и на весь Бронкс, забивали. И представьте, один из лифтов здесь не работал 5 лет однажды в 44-этажном здании. И вот, например, новость, которая недавно пришла не из Бронкса, а из Гарлема, который вот недалеко, с которой я вот, считайте, только что вошел по этому мосту. Там закрылся Таргет. Это очень большой супермаркет, в котором есть прям вообще все. И здесь есть шутка, что некоторые произносят Таргет как Тарже. На французский манер это то же самое, что у нас бы какой-нибудь Ашан или Дикси говорили тоже вот с французским акцентом. Якобы это что-то элитное, хотя на самом деле с точностью наоборот. Но Дикси себе представлять тут не стоит, потому что в Таргете все очень красиво, аккуратно, стильно сделано. И закрылся он почему? Потому что там есть аварийные выходы, которые, соответственно, по закону закрыть нельзя. На то они и аварийные. Но через них люди просто брали, набирали себе огромную охапку товаров и выходили. И если там на входе стоят секьюрити, стоят камеры и всякое такое, то таким же образом в огромном супермаркете контролировать аварийные выходы просто невозможно. И в итоге просто то, насколько они много воровали, а здесь стоит сделать сноску, что если ты украл до 1000 долларов, то это что называется не уголовка, а административка. То есть не настолько серьезно. И в итоге их просто постоянно отпускали. И таким образом Таргету стало просто невыгодно существовать в Гарлеме. И этот пример с Таргетом в Гарлеме я привел для того, чтобы дать вам какие-то факты, подкрепляющие репутацию этих мест. Но в действительности, вот вы видели куски интервью, все говорят, что здесь абсолютно безопасно. Все из как бы вменяемых людей, которые как-то работают на развитие этого социума. Потому что в действительности люди хотят хорошие магазины, хотят жить в безопасном, спокойном районе. И я думаю, вы легко можете найти, вот вы в Москве живете, найдутся какие-нибудь челы, которые такие, да в Бирюлево тебя отхуярят просто за твои джинсы. Да у нас там где-нибудь в каком-то районе просто каждый день нужно быть начекуя, оборачиваться, смотреть по сторонам. И ровно так же я здесь в ТикТоке видел чувака, который такой, Нью-Йорк это гетто, здесь везде гетто. Хотя, ну вот, ну вот так по-вашему выглядит гетто? Ну вот так вот еще выглядит гетто, наверное. Ну нет, ну просто ему хочется в это верить. Ему хочется продолжать поддерживать вот этот вот какой-то рэп-миф о том, что здесь вот такая полная жесть. И опять же, здесь есть места, в которых полная жесть, но они стали гораздо безопасней, чем во времена, когда вот основной весь этот рэп происходил, когда существовали NWA. И когда сформировались вот все эти основные стереотипы, в большей части мест, где они сформировались, уже всего этого нет, уже уровень преступности в разы ниже. Но при этом у этих мест стопорится развитие, во-первых, из-за репутации, которая как бы все еще тянется, а во-вторых, из-за того, что вот эту репутацию еще и подкрепляют и поддерживают те, кому просто нравится вся эта вот худ эстетика. И есть ли в Бронксе банды и преступность? Да, есть. Но есть ли они также в Бруклине? Да, есть. И статистически проблем там гораздо больше. Но при этом для многих Бруклин это сейчас хипстерское место со всякими кофейнями, в которые тебе нальет матча трипл фрапалате, бисексуальный бариста, и зачарджет за это типа 10 долларов и плюс еще чаевые. И супер важный посыл, который проталкивает создатель магазина Бронкс Нейтив, это Чейндж Дэнерритив. И вот сейчас вы видите посты из его инстаграма с разных социальных ивентов и других мероприятий и проектов, в которых он именно проталкивает мысль изменения нарратива. То есть Бруклин сейчас превратился как раз во многих местах из места с преступной активностью вместо творческой движухи, самореализации и всего в этом духе. И в это же постепенно превращается Бронкс. И вот именно изменение нарратива – это лучшее, что может с ним произойти. Мы вот специально сегодня весь день ходим по Бронксу, и если мы живем на самом краешке Бронкса снизу, прям рядом с Манхэттеном, то сейчас мы заехали вглубь, прям в Бронкс-Бронкс, и честно, создает ощущение, ну, такого московского спальника. То есть вот ты приезжаешь в какой-нибудь там Чертаново, и да, там есть какие-то чуваки, но с очень суровыми ёблами. Есть вот что-то, что кто-то разбил, видимо, ночью, и оно вот разбитое лежит. Но так-то, по-хорошему, это по большей части семьи с детьми, какие-то работники куда-то идут, то есть вообще ничего выдающегося. Возможно, дело в том, что мы приехали в адскую жару, и все опасные парни спрятались. Вы наверняка это видели в многих американских фильмах, но это вот фотки шоплифтеров, то есть воров в магазине, которые были замечательно запечатлены на камеру, и вот они висят прямо на входе. И после неудачной попытки отведать африканской кухню мы херачили полчаса по жаре, чтобы оказаться в Литтл Итали. Да, если вы не знали, в Нью-Йорке аж два района Литтл Итали. Одна на Манхэттене, а вторая в Бронксе. При этом даже не знаю, какая из них более известна, потому что я однажды встретил жительницу Нью-Йорка, американку, которая не знала, что вообще есть Литтл Итали на Манхэттене, хотя это одно из главных туристических мест. И к вопросу о влиянии итальянцев, во-первых, очень серьезную роль в истории Нью-Йорка играет итальянская мафия, конечно же, но также есть фильм «Бронкс Тейл», который, наверное, самый известный фильм про Бронкс, и там играет Роберт Де Ниро, а играет он там отца трудягу-работяку, сын которого хочет стать гангстером, а тот ему говорит «Нет, ты не должен выбирать легкий путь». Вот знаешь, что такое быть мужчиной? Быть мужчиной – это работать, каждый день вставать, идти на свою тяжелую работу и кормить свою семью. Это настоящая киноклассика, и, как вы понимаете, несмотря на то, что это история про Бронкс и про гангстеров, речь идет в первую очередь об итальянцах. Друзья, товарищи, вот это вот одно из просто легендарных мест. Здесь у нас просто все итальянское, что может быть. Иисус, макароны, старые основатели. Все вот это вот, еще какие-то святые товарищи. Ля-ля-ля-ля-ля. И вот какая удивительно красивая паста здесь продается. И фишка в том, что это место знаменито именно тем, что они продают руками слепленную пасту. Ну, руками слепленную пасту. Но в множественном количестве, потому что там, вот видите, их много пасты. Но я вам не могу это показать внутри, потому что они, блядь, закрыты. По воскресеньям и понедельникам, с вторника по четверг работают с 8 утра до половины пятого, блядь, дня. А с пятницы по субботу работают с 8.30 до 5 часов вечера. Самое бредовое расписание. Вот просто реально кусочек Европы в Америке. Добро пожаловать. Вот, друзья, я сейчас вышел из туалета, который находится прямо под крышей. И вот здесь вот тоже на втором этаже от самого рынка находятся маленькие столики, в которых можно посидеть. Вот здесь вот через решетку можно увидеть, что там вот те самые ряды. И вот, знаете, если Little Italy на Манхэттене, это такое очень туристическое место, где вас накормят типичной итальянской едой, но прям задорого, и вы еще очень много типните, то здесь в Бронксе это, вот знаете, именно такая, ну, своя Италия. Ну, вот свой рынок. Ну, все такое немного подзадристанное. И здесь, ну, здесь реально итальянцы. То есть, знаете, вот в чем отличие того, что вы пойдете в какое-нибудь итальянское место в Москве, например, или где-то еще, в Москве будет чище и, возможно, даже вкуснее, по крайней мере, опять же, для русского рта. Но вот здесь вот будет настоящее. Здесь, если что-то называется Италии, значит, там реально будут итальянцы. И тут просто их какие-то соленья, их 2 миллиарда вида сосисок. И вот там есть небольшое кафе. Я видел, какие сэндвичи там приносят. О, боже, это реально, это выглядит как с картинки абсолютно. Ну, то есть, вот такой свежий багет раскрытый. И в нем две огромные фрикадельки в томатном соусе. Ну, вообще, завидую этим людям. Ну, а так, знаете, белой завистью, потому что я от этой жары есть не хочу вообще. Прямо сейчас идет футбол. Играет Грузия с Португалией. Грузины вперед. И прямо здесь же рядом крутят сигары. Вот знаете, Нью-Йорк, это, наверное, единственное место, где я видел такое количество людей, которые неиронично курят сигары. Просто прям реально сидят на улице, там, в парке, и долго-долго их курят. Однажды я даже видел чувака, который сидел в парке с небольшой подставочкой для сигары. То есть она вот такая маленькая была. И он посмотрел, посмотрел, положил, что-то там залипал в телефоне, потом опять ее брал. И, как вы понимаете, это довольно долгий процесс. А здесь, видимо, лежат обрубки. От сигар. Продаются какие-то жареные зипули. Я знаю только одного зипулю. Смотрите, здесь продают жареные орео. Я спросил, что это такое, и мне сказали, что они засовывают орео в такие же штуки и варят их вот там вот в кипящем масле. Вот такие инновации. Нет, слышите, чуваки, это так удивительно. Я на самом деле сюда шел показать вам просто эти итальянские места и все. Но здесь реально, во-первых, население белее, во-вторых, здесь тише, и вообще как-то все по-другому. Большая часть магазинов там вот уже закрылась, когда мы вышли, и здесь как-то реально прям поспокойней. Да, безусловно, все равно население смешанное, и здесь нет такого, что чистые итальянцы, и вайп у этого места не такой, как у остального Бронкса. И один из вопросов, который очень остро стоит перед жителями Бронкса и Гарлема и многих на самом деле мест в Америке, и я, кстати, думаю, что странно, почему он в таких же как бы красках и словах не обсуждается в России, это джентрификация. Что имеется в виду? Что вот был у вас какой-то район, в котором локальные бизнесы, там мало населения, все друг друга знают, это может быть и город, и район, и в какой-то момент там вот к нему подбирается цивилизация, либо там рядом что-то произошло, короче, вот по каким-то причинам туда начали съезжаться люди, он стал более популярным, вследствие чего там открывается Starbucks, выдавливает местную кофейню, там открывается Walmart, выдавливает несколько местных супермаркетов, там строятся новые высотки, увеличивается стоимость аренды, увеличивается стоимость продуктов, и таким образом выдавливается местное население, которое как бы осталось на том же уровне доходов и вообще какого-то достатка, который у них был до этого, соответственно, они теперь не могут себе позволить собственный район. И с одной стороны действительно звучит очень печально, но с другой стороны эти районы это просто дно, то есть я имею в виду именно с точки зрения условий жизни, которые там есть, то есть старый нью-йоркский жилой фонд без реновации это очень печально, то есть вот, например, в доме, который за мной, мне это как архитектурка очень нравится, но там абсолютно точно, вам говорю, действует правило, что вы обязаны 80% полов в квартире заложить коврами, иначе все будет слышно соседу, каждый ваш шаг, но когда вы заложите, это не значит, что их не будет слышно, это значит, что их будет слышно чуть меньше, там маленькие неудобные окна, там убогие планировки, там, ну, кстати, вот есть плюс, что у нас, например, в предыдущем таком доме каждый месяц проходила инспекция по насекомым, так сказать, то есть ходил мужик, который готов был, как бы вот за стоимость включенную уже в аренду, отравить вам всех гадов-паразитов внутри квартиры, но тем не менее, проблема в том, что их там дохера, в Нью-Йорке куча крыс, куча тараканов, там, если смотрели, как я встретил вашу маму, там была целая серия про то, что они нашли в квартире что-то среднее между крысой и тараканом, и это вот мем про Нью-Йорк, потому что это годами здесь существует, и, естественно, в основном в зданиях, которым там по 100-200 лет, и в итоге для меня очевидно, что как минимум в Нью-Йорке абсолютно все подвергнется джентрификации, тут вот, как с бесконечно растущей Москвой, так же будет, мне кажется, с бесконечно растущим Нью-Йорком, то есть даже штат Нью-Джерси, понимаете, который как бы другой штат, он через реку от Манхэттена, все равно там вот, я не могу представить сколько километров, но там буквально несколько городов в штате стали городами-спутниками Нью-Йорка, как там вот мои родные Химки, это город-спутник Москвы, и серьезная доля населения оттуда каждый день ездит в Нью-Йорк, и это будет продолжаться, поэтому, я думаю, здесь все подвергнется джентрификации, и если как минимум не построить новые дома на месте старых, то как минимум отреставрировать и переделать старые дома, и в итоге получается такое вот неразрешимое противоречие, что с одной стороны не хочется в душу плевать вот оригинальным жителям, нейтивам этих мест, с другой стороны очевидно, что городу для развития именно эти места и нужны, и это вот, кстати, одна из причин жилищного кризиса в Нью-Йорке, что вот это вот противоречие очень сложно решить, и то одна, то другая часть постоянно вот выигрывает в этом перетягивании каната, то есть одних выселили, но их надо куда-то девать, другие победили и запретили там строить, и это вот бесконечно продолжается, и непонятно, когда и как решиться, и решиться ли вообще. А это одна из самых очаровательных историй благоустройства Бронкса, которые я видел. Рядом с шоссе был пустой участок земли, на нем буквально ничего не было, и силами местных активистов и тех, кто вот хотел лучшего для Бронкса, его превратили вот в такой вот садик, то есть, опять же, это сделано именно силами просто тех, кто искренне любит Бронкс. So, this piece of land is owned by the Department of Transportation for the highway. So, we're what they call the stewards. So, we just maintain this place, and our vision, our mission is to allow the community to enjoy green spaces because there's very little parks in South Bronx and trees and, you know, flowers. So, we want the neighborhood to be able to enjoy a little piece of a park and, you know, green space, nature. Our garden, we're here every Saturday И это когда мы открываем двери и позволяем людям... Иногда у нас есть разные события здесь и там, но каждый Saturday это моя миссия, и миссия для здравоохранения, и миссия для спадов, чтобы просто быть открыт и дать людям space чтобы楽ить природу. У нас есть вон там, с фишками. У нас есть флоры, все они в блуме. Мы не можем вырастить мясо здесь, потому что дорога делает груди токсичным. Все здесь, это груди, груди. И под этим здесь, это рубль из зданий, которые стояли здесь. То есть они собираются раз в неделю по воскресеньям, и волонтерски этот парк убирают и отстраивают. Если ты достаточно часто приходил на вот эти вот субботники, то есть воскресенники в данном случае, то ты можешь стать мембером, то есть как бы членом сообщества, и у тебя появятся ключи от этого парка. То есть буквально ты сможешь сам туда приходить и собирать какие-то тусовки, или если ты интроверт, то в одиночестве в нем сидеть. И что еще не могу не упомянуть, так это замечательных людей, которые состоят в закрытом чатике фокус-группы Seina. Я туда скидываю свои ранние наработки видосов, дизайнов и другой всякой штуки, которую я произвожу и жажду спросить совета. Что вы об этом думаете? Вот на этих людях я это тестирую, и они там находятся за максимальную подписку на Бусти или Патреоне. Ну, собственно, это максимальная подписка, но стоит она недорого. Поэтому, чуваки, хотите поддержать канал, переходите. Буду вам тоже очень благодарен. А если хотите просто больше видеть моей физиономии Нью-Йорка, то у меня есть замечательная, запрещенная в России социальная сеть Instagram, которая тоже невероятно красива, шикарна и прекрасна. А на этом всё. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки? А? Миша Сейн уехал, а я остался. У меня застрял гашиш в каждом из пяти пальцев в ногтях. То есть, ты знаешь, братан, я не курю в затяг. Это просто империя Оксимирон Респект. Он тоже, кстати, эмигрант. Сейчас в Лондоне сидит и попивает свой ебаный чай English Breakfast. Или чё там ещё? Вообще, они больше любят бухло. Я бы хотел жить в Лондоне и получить пизды от фанатов команды. Челси. Кстати, я объелся. Это были булочки со скрэмблом. Такое в Питере можно купить повсеместно. Вообще, город пресный, а не солёный. То есть, мы не употребляем. Кстати, если ты не остался с нами, а съебался, тебе тоже респект. Хотя и чуть-чуть поменьше. Мы всё понимаем. Но если что, то место есть здесь. Так что возвращайся, братишка. Вся сила в правде. А Родина там, где тепло жопе. Мы, русские, друг друга не обманываем. Я... Ну давай. Даст Бог, свидимся.